Летом 1941 года нас перевели в другой полк. Здесь было несколько пленных немецких солдат, которых надо было допросить. Тут же появился фотокорреспондент и решил сфотографировать немецких солдат. Пленных начали выводить по одному из дома, который охранялся бойцами, и строили немцев во дворе дома. Нас было трое. Один фотограф без оружия, один боец с часовой, с автоматом и я. Поэтому для безопасности я вынул из кобуры наган и рукой с наганом показываю немцам, как надо стоять. И тут они очень сильно перепугались и совсем не хотели строиться так, как им говорят. Им казалось, что русский командир хочет их всех перестрелять, а в это время фотограф будет делать фотоснимки. Тогда мы попросили быть нашим переводчиком полкового врача, еврейку из Энгельса. Я сказал ей, чтобы она перевела, что немецких пленных будут фотографировать для газеты. А они опять подняли шум и начали кричать «Найн, найн, них нацист!» И все начали показывать на одного рослого немца. Мол, он нацист, а мы нет. Потом переводчице все-таки удалось убедить пленных, что расстреливать их никто не собирается. Просто сделают фотографии. И когда немцы выстроились как надо, фотограф сделал несколько снимков. Пленных увели, но оставили того здорового нациста для допроса. Из ответов выяснилось, что он артист из оперного театра в Дортмунде. На фронт пошел добровольно, надеясь после войны получить поместье в России и очень был огорчен тем, что попал в плен. Но плен он считает временным, так как война закончится быстро и немцы его освободят. Но так как он побывал в русском плену, то сначала попадет в концлагерь для фильтрации. И никакого имения его семья уже никогда не получит. Я объяснил этому одурманенному Гитлером немцу, что война не кончится через два месяца и он еще долгое время не сможет вернуться в Германию. Пусть считает себя счастливым человеком, что хотя бы остался жив. Но немец опять скептически отнесся к моим словам и заявил, фюрер сказал, значит так и будет. Это был образец немецкого солдата, одураченного Гитлером обещаниями нажиться за счет разграбления имущества советских людей и уверенного в легкой победе над Россией. Но все оказалось не так, как пообещал Гитлер.